Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Мы возвращаемся в прежнюю студию, к прежнему формату, но вот у меня остается вопрос. Ранее мы выходили в формате стрима каждый понедельник, среду и пятницу и в 10 часов утра я рассказывал о том, что происходит на рынке. И сейчас я планирую оставить формат видео, выкладывать его каждое утро, но мне также интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы видеть стримы на данном канале, возможно делать стримы раз в месяц, к примеру, по пятницам для того, чтобы подводить итог недели и отвечать на вопросы. Ну и также перед началом напомню, что не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео и в целом ваши вопросы оставляйте в комментариях. Сегодня у нас понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, что нас ждет на этой неделе, также поговорим о успешном запуске ракеты Илона Маска, ракеты космического корабля, также поговорим о беспорядках в США, ну и в целом, что происходит на рынке. Итак, давайте начнем с приятных новостей, которые приятны для всех, в первую очередь для Илона. Это то, что его экипаж на его ракете успешно пристыковался к НКС. Полет занял порядка 19 часов, что позволило астронавтам немного отдохнуть, так как перед этим, перед запуском предшествовала неделя тренировок, ну и в принципе была первая неудавшаяся попытка. Но все прошло хорошо, экипаж пристыковался в автоматическом режиме, что не потребовало дополнительного участия от экипажа. А также важная новость, которая сейчас подогревает рынки, это ситуация вокруг протестов в США, которые начались на прошлой неделе. Начались они из-за гибели чернокожего американца Джорджа Флойда, которому белый полицейский как раз во время задержания в течение нескольких минут давил коленом на горло. Изначально мирные протесты начали перерастать в акты насилия и мародерства. То есть, безусловно, сейчас вот эта ситуация, после того, как появилось огромное количество безработных, которые стали выходить на улицы, стали учинять подобные беспорядки, ну уже после инцидента, который случился, она может, ну конечно, не очень приятно отразиться на текущей ситуации. Множественные магазины были разграблены и радикально настроены протестующие стали нападать на полицию, забрасывая стража порядка бутылками с зажигательной смесью и поджигая их автомобили. Бессловно, эта ситуация также отразится на рынках, ну и в первую очередь на рынках США. Пока я стою в шорте по S&P 500, посмотрим, насколько данная ситуация отразится на фондовом рынке. Ну а теперь давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе. Начнем мы с новостей и, как всегда, посмотрим в метатрейдере календарь на предстоящую неделю. В ряде европейских стран, а также в Новой Зеландии сейчас сегодня выходные. По США сегодня выйдет индекс менеджеров по закупкам от ISM. Довольно-таки интересный индикатор, за которым мы тоже следим. На текущий момент прогноз ожидается лучше, чем предыдущий. То есть предыдущий был 49,1, а прогноз 49,3. Напомню, что данный показатель является оптимальным, когда его значение более 50. Сейчас мы видим то, что показатель находится в негативной зоне уже несколько месяцев. Мы с вами все знаем причину, но выход как раз из этой зоны будет довольно-таки интересный и положительно может сказаться на фондовом рынке. Во вторник будет решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Пока ожидается, что она, скорее всего, останется на предыдущем уровне. В среду выйдут данные по ВВП Австралии. Изменение числа занятых в низкохозяйственном секторе от ADP, будет опубликовано в среду. Также индекс менеджеров по закупкам и запасы нефти от EIA. В четверг выйдет пакет данных из Еврозоны. Это решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам, по процентной ставке. То есть как раз то, что сейчас рынки ждут. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне. Ну и пройдет пресс-конференция ЕЦБ. Ну а пятница завершится нонфармами и также количеством показателей занятости по Канаде. Ну, наверное, нонфармы здесь будут наиболее интересны. Давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит. Ну вот происходит, конечно, беспрецедентная ситуация. То есть сейчас мы видим, что сокращение, оно беспрецедентно, ну, по крайней мере, за последние несколько лет. И даже за несколько десятков лет, то есть мы это с вами обсуждали уже и ранее, и сейчас ожидается, что минус 20 миллионов, да, минус 20 миллионов, то есть произошло сокращение рабочих мест. То есть, ну, опять же, мы причину все знаем. Скорее всего, это, безусловно, учтено в цене. То есть сейчас вряд ли как-то негативно рынок может на это среагировать. Мы видели с вами прошлый нонфарм, то есть там фактически не было никакого движения, то есть рынок был довольно-таки спокойный, но тем не менее за этой новостью мы будем следить. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на текущий момент на рынках и начнем мы, как всегда, с евро-доллара. По евро-доллару сейчас у нас продолжается восходящее движение. Пока мы сегодня также немного уже переписали локальный максимум, сейчас евро корректируется. То есть пока здесь сохраняется общий тренд. Я говорил о том, что попробую продавать контртрендов, опять же, на коррекции, но пока данного сигнала не произошло, продолжу следить за евро. Если данный сигнал сформируется, если это произойдет сегодня, то к продажам я присмотрюсь. Вполне вероятно, что коррекция в область 1.09 здесь мы с вами можем увидеть. По британской валюте здесь у нас также продолжается рост. Сегодня тоже мы несколько обновили локальный максимум, сейчас британская валюта корректируется. И тоже как одна из идей, которую сейчас я буду рассматривать, это возможности продать, то есть на коррекции, но потом, соответственно, зайти максимально допустимым объемом уже непосредственно в рост. То есть такая сценария как раз сначала на коррекции, затем уже в сторону основного тренда. Основный тренд пока здесь, ну как раз вот он меняется, да, с нисходящего на восходящий. То есть тут как раз вот данную ситуацию, данную смену мы с вами можем увидеть. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь продолжается движение нисходящее. Здесь также интересно попробовать сейчас купить вот на данной коррекции, затем перевернуться уже непосредственно на продажу американского доллара против канадского доллара. Сейчас пока сигналов не появилось. Ну вот фактически мы видели, кстати, сигнал, который был в пятницу, но здесь у нас было сначала обновление локальных минимумов, затем максимум, поэтому, собственно, эту ситуацию я пропустил для входа в позицию. Но сегодня мы уже обновили локальный минимум, поэтому фактически данные покупки сейчас, они пока остаются под запретом. Поэтому здесь я буду смотреть, если цена все-таки уйдет выше максимум в пятницу, то тогда здесь покупки я уже для себя рассмотрю. По паре американский доллар, японская иена. Вот продолжаем мы двигаться опять же в этом боковике. Немного с прицелом вниз, то есть в области 107 мы торгуемся, поэтому здесь пока каких-то четких идей нет, но вот пока этот боковик сохраняется. То есть здесь, скорее всего, сейчас мы пойдем в область 107.05 и оттуда можем также пойти по восходящей. Хотя, так как мы обновили минимальные значения в пятницу, как раз это может задать и основной настрой, основной тренд по данному активу. Австралиец продолжает расти сегодня. Мы тоже видим уже локальный максимум, то есть фактически дошли до тех целевых значений, которые мы отмечали ранее 67.62. А сейчас я также для себя ожидаю возможности пройтись на коррекции и затем купить уже этот актив чуть дешевле. Но пока коррекция здесь не началась. Тем более мы видим новый локальный максимум, поэтому пока здесь остаемся вне рынка. По паре новозеландский доллар, американский доллар, точно такая же ситуация, но чуть меньше по индикаторам он перекуплен. Соответственно, здесь я также ожидаю коррекцию. Она вполне может быть достаточно небольшой, но тем не менее основная идея покупать на откатах. То есть, чем ниже цена уйдет, тем более интересно уже будет непосредственно актив купить. Но пока здесь мы растем. Золото отыгрывает то падение, которое было вторую половину мая, сегодня уже тоже новый максимум, 1744 доллара за тройскую кольцу показали, но не ушли пока выше максимума, который мы в середине мая видели. Но тем не менее тенденция, как мы и говорили, поменялась на восходящую, поэтому сейчас рост, ну и видимо интерес как раз покупок здесь становится все более и более интересен по данной паре. Соответственно, по индексам на прошлой неделе мы с вами говорили о том, что я присматривался к продажам. Как раз в пятницу поставил два отложенных ордера и, собственно, сработали они сегодня. Сегодня цена открылась, то есть открылись мы довольно-таки низко, практически на минимумах, которые были сформированы в пятницу. Открылся индекс DAX, быстро подошли к моему ордеру, где у меня стоял отложенный ордер на продажу. Стоп у меня стоит за максимум 28 числа и сейчас уже движемся по нисходящей. Соответственно, здесь я для себя буду ожидать обновления минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Все это дополнительно подтвердит то сценарие, что сейчас может на рынке начаться как раз коррекция. Ну и цели здесь я поставил снижение в область 10927. То есть, ну вот сейчас фактически немножко цена уже чуть хуже для входа, но здесь я, опять же, входил с минимальным риском. По проценту сейчас фактически уже это движение, то есть в плюсе нахожусь на плюс 1%. Но здесь как раз интересно чуть более длительно прокатиться, поэтому здесь сейчас я из этой сделки выходить не буду, но здесь вот для меня интересно больше снижать. Конечно, фондовый рынок сейчас растет, очень много ликвидности, но тем не менее коррекция здесь все-таки может произойти. По S&P 500 также здесь я вошел на продажу, также отложенный ордер сработал в пятницу. В пятницу мы закрыли повышением, то есть закрылись на позитиве, но тем не менее пятницу, то есть сегодня понедельник открылся тоже уже ниже закрытия пятницы, немного мы скорректировались в область как раз максимальных значений конца прошлой недели, сейчас движемся по нисходящей. Соответственно, здесь я тоже буду ждать обновления минимальных значений. Цель, в принципе, первая цель это 2913 снижение, но пока здесь я поставил на 2800. Вполне возможно, что туда мы еще можем уйти, а есть возможно, та негативная ситуация, которая, к сожалению, сейчас проходит в США, она может на фондовый индекс также повлиять, ну и в целом на фондовый рынок. По нефтемарке Brent здесь мы видим продолжение роста, мы видим, что инструменты сейчас перекуплены, ожидается, в принципе, коррекция, она здесь может произойти, поэтому пока входить в покупки я не буду, как не по Brent, так и по WTI, здесь я останусь пока наблюдать за данными инструментами. Ну а на сегодня это все, с вами был Исаков Роман, не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Прощаюсь с вами до среды, всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового месяца и увидимся с вами в среду. Всем спасибо за внимание и до свидания.